Ты ждешь меня, муха-цокотуха, ждешь меня, да? Ждешь. Опоздала немножко я с кормежкой сегодня. Вот я зашла поменять пеленочку ей. Вот купили пеленочки разовые. Сегодня пасмурный день, я чуть-чуть, обычно в 6 прихожу, чуть-чуть попозже пришла. Ой-ой-ой, подожди! Она прям еду у меня вырывает. Мэри, дай я переложу тебе хотя бы твою чашечку. Ой, блин, все-все, вот она, вот она. Ой, проголодалась, ой, проголодалась. Проспала. Скажи, ты что проспала на полчаса? 6 часов ее кормлю, а тут полседьмого встала, пока замочила корм, она уже попискивает. Сегодня немножко промазала Мэри, но все равно старается. Вот она пописила здесь с краю и постаралась покакать тоже на пеленку. Маленько не попала. У нее новая постилка лохматая. Сейчас вот покушает. Буду мыть ей пол. Санобработку делать, потому что она здесь писает и иногда протекает. Все, кушай, кушай, не волнуйся. Все тебе, все тебе это. Чавкает, как маленькая хрюшечка. Кушай. Ну, я не успела пойти тряпку намочить, чтобы пол помыть. Она уже все, до чистой чашки вылезала. Вот это аппетитик у тебя. Молодец, Мэри, молодец. Сейчас будем пол мыть. Пол склизкий, падает. Скользкий. Так, все, вот пол помыли. Сейчас салфеточку свежую под какашечки постелим. Вот. Хорошо, что она ходит в одну... Все, падаешь. Она скользит, падает. Вот сюда какать будешь. Вот сюда, вот сюда какать. Молодец. Может, четыре салфеточки использовала для... Вот так. Понюхай. Это какать туда, какать. Туда какать. Трясить. Давай, маленькая. Ты обиделась, что я с тобой не поиграла сегодня. Я потом поиграю. Подожди. Пока мне некогда. Сейчас отправим рыботягу на работу. И будем с тобой играть. Будем с тобой играть. Да? Ты моя хорошая. Скучно тебе. Смотри, тебе какую подстилочку дали новую. Ой. Лохматенькую. Ложись. Ложись. Полежи. После еды полежи. Тебе играть надо. Ну, давай лапку. Давай. Лапку давай. Лапку давай. Давай лапку. Вот так лежи. Сегодня Мэри живет у нас третий день. Вот я зашла поразвлекать ее. Я заметила, что когда мою пол здесь шваброй, она бегает за этой тряпкой, хватает зубами, ее вот так вот треплет. Ну, ей нравится играть. Но так как половую тряпку, конечно, ей нельзя в рот брать. Я же там вытираю, мою ее, мочу и какашки. Я взяла вот такую чистую сухую тряпку и решила с ней поиграться, раз ей хочется так играть. Ей вот хочется зубками хватать, тянуть. И как раз отвечу на некоторые вопросы, потому что приходят вопросы зрителей. Вот Надежда Красикова про прививки спросила. Сами мы будем делать или как? Вот сейчас повторная вакцинация и бешенство. И я хочу тем, кто совсем не в теме, кто совсем ничего не знает, сказать, что если вы покупаете щенка, то, конечно, первые прививки, вот эти вот простые, можно поставить самим. Тут никаких требований к хозяевам нет, потому что это ваше дело. Вы хотите ставить и хотите не ставить, они для повышения иммунитета. Но от бешенства мы ставить сами не можем, потому что здесь прививка от бешенства должна быть зафиксирована обязательно ветеринарным врачом и должна в паспорте щенка стоять печать, что он привит от бешенства. Потому что бешенство, как вы понимаете, серьезное заболевание. Если он кого-то укусит и окажется не привит от бешенства, это будет очень плохо. У него должна быть отметочка, что он привит от бешенства. И еще про линолеум. Мне написали, постелите что-нибудь обязательно на линолеум, будет скользко. Но стелить мы пока ничего не можем, потому что она маленькая же. Она вот видите, то на пеленочку, то промахнется. Она же здесь писает, и тут нужна ежедневная вот эта вот уборка. Ну хоть уж не стерилизация, но я каждое утро захожу, она же здесь одна сидит. Утром придешь, тут где-то ложится мимо салфетки, где-то еще что-то. Если бы здесь была подстилка, то тут был бы уже такой запах с подстилки, ну как, например, с паласом. Мы наоборот содрали здесь все, убрали все паласы, все. Вот сегодня утром же во время кормления я стелила новую эту тряпочку, ну пеленку. И она одну не промахнулась, а одну промахнулась рядом, видите, какашка. Вот мне сейчас я тряпкой зайду, салфеткой все уберу, тряпкой вымою. И вот эта лужа, она тоже как потекла с пеленки и туда. Представьте, если бы это был какой-то палас или настил, тут бы все, извините, было в этих, в экстрем... Ой, она изгрызла красный мячик, ну-ка достану. Наигралась. Вот что стало с нашим красным мячиком. Наедине она с ним хорошо поработала. Это Марика, игрушка. Просто я взяла из его коробки, какие подходят, вот бублик, пластмассовый мячик. На один день хватило нашей Мэри такого мячика. Ей, конечно, нужны более такие основательные игрушечки, которые не прорываются. Ты испортила мячик. Марик будет ругать тебя. Зачем ты игрушки, Марика, портишь? Зачем ты игрушки, Марика, портишь? Ты зубастик маленький. Тебе надо все на зубку попробовать, да? Хочешь на зубик попробовать? Да, да. Мячик был плохой. Мячик был сильно слабый, да? Мячик был сильно тонкий. Вот так его, так его, так его. Ей надо играть. Я же хотела двух щенков купить, мальчика и девочку. Потом, когда узнала цену, то решила, наверное, нам хватит одного. Да, вот про стоимость спрашивают. Там был помет, и все они у них разграничены по разным ценам. Когда я позвонила, сказали, что есть по 35, есть по 25. А я спросила, а нет, у вас по 20. Но это не это, сейчас сразу скажу, что мы ехали не за этой. Они сказали, есть. Самая маленькая девочка, если будете брать, откармливать, то за 20 можно взять. И вот я сейчас пока буду играть с ней, я вам расскажу, как мы выбирали. Потому что одна зрительница сказала, вы мне подскажите, как выбирать щенка, вы же выбирали. Я сейчас скажу, что когда мы раньше выбирали, когда в виске покупали златку, но это было очень-очень давно, 30 лет назад, то мы выбирали так. Так, весь помет был, и они им дали одну косточку. Мы хотели выбрать самого такого, ну, смелого, злого щенка. Им дали они косточку. И щенки они проявляются в этом маленьком возрасте уже сразу. Вот эту косточку забираешь, например, у одного щенка, он просто отдает и смотрит на тебя так, что ты его обидел. А когда вот у нашей будущей златки, ей дали эту косточку, надо дать щенку, чтобы она вцепилась. А потом начали отобирать, и она прям рычала, она вырвала эту кость. Видно было, что она уже такая, как смелая, но она такая выросла, она такая активная. И мы выбрали ее, но там была ситуация, что там и крупные, и мелкие, и мальчики, и девочки были все по одной цене. И нам все равно было, мальчик или девочка. Мы выбирали вот такого активного щенка, именно охранника. Сейчас, когда мы поехали выбирать, мы уже изначально знали, что ситуация другая. Я по телефону поговорила с ними. Ты что, Мерик, кусаешь меня за нос? Я же мышка Оля, не надо меня кусать. Я пришла с тобой поиграть. Подружку ей нашла из Кукойного театра, Марику показывала, теперь пригодилась. И вот, когда мы поехали, они сразу сказали, у нас они, мальчики покрупнее, подороже. Девочки, они же, щенки всегда помельче. Они потом во взрослом состоянии помельче, они подешевле. Они мне сразу предупредили, если хороший такой крупный, 35, если помельче, 25. А я сказала, ну а мы хотим за 20 тысяч. Они, ну есть одна, приезжайте. Вот дали нам это, фото выслали. Это не это было. И мы ехали брать совсем другого щенка. А я еще мужу говорю, давай возьмем на 5 тысяч больше, на крайний случай. Вдруг эта малышка совсем не понравится. Ну она самая маленькая такая. Хоть нам и говорят, что ее откормить можно. Все, мы приехали. Нам эту малышку вынесли. Я сказала, а можно еще других посмотреть? И они вынесли вот 4 штук. И те, которые крупные, нам сразу сказали, эти 35. Но я говорю, у нас на них денег нет. Мы даже не взяли столько. Да и взять нечего. Все, сняли последнее с карты. И вот когда вот это вот, Мерита, я вот это увидела, Марджет. Марджи. Она мне так понравилась. Я говорю, ой, а вот это хорошее, а это сколько? Эту не отдадите за 25 хотя бы? Он сказал, ну мы отдадим эту за 25. И короче мы... Я ее просто увидела, и она мне просто понравилась. И у меня в этот раз выбора не было. Потому что если бы, возможно, если бы у нас было денег больше, я, может быть, выбрала бы более крупного щенка. Потому что там были и крупные, и всякие. Но мы выбрали вот эту Мерри, потому что нам она понравилась. Потому что она красивая, она хорошая. И потому что денег у нас больше не было на таких щитках. Вот и весь выбор. Сейчас все, конечно, упирается же в деньги. Можно было бы и за 50 тысяч какого-то щенка там суперэлитного купить. Но нам не нужно. Мы уже любим эту. Эту нам уже родная. И опять я опростоволосилась с этим именем. Назвала ее Мерри. А тут зрительница написала, что Маркс же в переводе это Маргарита. Рита Марго. Если бы я знала, мне имя Марго очень нравится. Если бы я знала вот этот перевод. Это все трудности перевода с английского. У меня никак же с этим не складывается. С иностранными словами. Если бы я знала, это была бы Марго. Ну а теперь уже Мерри. Посмотрите, как она мышонка полюбила. Она прямо вот целует в засос. Полностью и нос весь. Ой, Мерри, Мерри. Ну все. Сегодняшний репортаж из жизни Мерри закончен. Все рассказала, как мы выбирали. Чем кормим, не рассказала. Ну чем кормим, расскажу завтра. Нам же дали коробку корма с собой. Какого-то крутого, сбалансированного. Все. До свидания. Мерри, помаши лапкой. До свидания. Не надо мне нос грызть. Не надо мне нос грызть. Что скрипищишь там? Не надо мне носи залевать. Видео молния лапкой. Партовар машина. Якобы, запаска. Miami. Опять. Партовар. Партовар. Ник甘. Продолжение следует...